привет всем связи с последними новостями и кто не в курсе youtube опубликовал официальное письмо в своем блоге в разъясняет позицию по цензуре которые они проводить и будут проводить кто помнит не так давно я делал ролик many tackle faris и в очередной раз хочу поднять эту тему и поделиться мыслью идеей которые мне кажется надо всерьез рассмотреть эта идея не для одного человека для сообщества для всего сообщества мужского движения в широком смысле как бы его не понимать если есть какие-то уроки которые можно извлечь из фрэнка андервуда один из главных уроков на мой взгляд это то как он подходил к управлению разрушениями да то есть когда есть некий процесс который нанесет тебе вред и какие-то повреждения то выгоднее не пассивную позицию занимать в этой ситуации это сказать то есть просто разбираться с проблемами по мере того как они приходят выгоднее этим процессом управлять так сказать управляемым разрушение делать вплоть до того что иногда например когда слитие компромата было неизбежным да то но сливал сам потому что когда его сливаешь ты тут и имеешь возможность выбрать канал каким ты будешь сливать то есть управлять повреждениями damage control youtube прямым текстом говорит что да они цензурировали цензурируют и будут цензурировать они всякие термины чисто русские термины пограничный контент то есть контент который абсолютно в пределах правил но при этом все равно им не нравится и самое первое из чего они начинают прежде чем удалять там видео каналы и так далее они где монтизирует это важный момент потому что то есть первыми кто пострадают по самым минимальной планки будут те кого демонтизирует то есть сначала это коснется платников а платники так у нас получилось автоматически это правило самые массовые каналы поэтому суть моей идеи в том что правильно было бы в этой ситуации зная что таскать надпись уже на стене а давно на стене и то есть вам второй раз четко говорят что будет это все равно неизбежно вопрос времени только когда полгода год там не знаю полтора года выбор таскать на нашей стороне либо дожидаться пока ударит и будут по одному там этому по шапке пролетела этому по шапке пролетела там одному монетизацию закрыли и он куда-нибудь сбежал там не знаю начал аккаунты делать второму и люди разбредутся по разным платформам что нужно сделать на мой взгляд на мой взгляд нужно принять коллегиальное решение большое то есть должна такой как бы открыться некая дискуссия в сообществе морского движения и в рамках этой дискуссии нужно выбрать платформу и на эту платформу смигрировать всем одновременно сделать это флешмобом сопроводить это потом прощальным видео с указанием куда мы все смигрировали почему оставить так сказать висеть все существующие видео вот но все остальное то есть повесить трейлер на канал обязательно с указанием и повесить последнее видео можно какую-нибудь штандартную шапку сделать всем кто присоединится к этому флешмобу важно чтобы это как правильно подметили многие что ценность ютюба не в том что он позволяет размещать на себе видео видео можно разместить там тысячи разных способов и даже подобно ютюбу сайты есть пусть не настолько функциональный вся сила ютюба это в сообществе в том что это коллектив людей единое место куда люди ходят за потреблением контента честно говоря до того как появился тем мужского движения для меня youtube был просто изредка сайт который открывал чтобы что-то посмотреть сейчас для меня это там утренние вечерние дневные новости это в общем ну до некоторой степени моя жизнь интеллектуальная меня ничто не привязывает к ютюба и меня меньше чем кого бы то ни было потому что я могу вот буквально завтра утром собраться и переехать например на майндс нормальный сайт ну конечно не такой заточенный как там youtube ну дело нажимное ютюбе тоже между прочим есть чем придраться например вот уже сколько лет прошло но ютюбе так и не появилось роликов с несколькими звуковыми дорожками может кто-то это сделать другом месте это будет лучше нужно выбрать сайт и нужно сделать на него настоящий такой ветхозаветный исход можно даже под саундтрек луи армстронга let us people go и по большому счету поскольку платников это касается больше чем бесплатников у бесплатников выбор шире по большому счету это решение для там верхушки платников то есть должны собраться не знаю там 5 7 10 главных каналов для которых это принципиально потому что без них все это смысла большого иметь не будет и все они должны принять коллегиальное решение то есть какую другую платформу они себе выбирают я не знаю существуют ли другие платформы с монетизации питерсон как вы помните да там крутился на патреоне патреон тоже так сказать гайки ему закрутил питерсон вроде поднимал какую там свою платформу с платностью я не знаю чем у него кончилось надо посмотреть новости платники должны выбрать собственного фаворита объявить его ну какое-то может быть обсуждение устроить нас есть время мы все это можем делать у нас есть там в запасе не знаю там несколько месяцев наверно точно есть нужно открыть дискуссию выбрать платформу на которой мигрировать принять коллегиальное решение сначала массовое ядро те кто те у кого основная часть подписчиков и те кто зависит от монетизации остальные просто ну к ним присоединяться и если как бы все поддержат это решение таким образом можно все ядро скопом перенести просто другое место и продолжить жить спокойно там люди которым это контент важен и интересен они будут жить на другой платформе это может быть даже хорошо потому что на ютюбе поток новых видео огромный гигантский никто им даже управлять не может и только ютюбовский алгоритм высчитывает какие видео показывать вам в фиде на других платформах меня не менее массовые и там нет такого огромного прироста к тому же на русском языке так что возможно на другой платформе активизация от этого вот фида будет гораздо более выгодно даже то есть люди будут больше контента находить по этой тематике особенно правильно с правильными хэштегами так что предлагаю открыть дискуссии по проекту исход экзодус такой настоящий ветхозаветный экзодус не знаю как бы кто это должен начать я настоящем видео обращаюсь к тем у кого ну прилично подписчиков и кто зависит от платности потому что к вам все равно придут в первом ну мне в голову приходит сразу юган себастьян и михаил н дает наверно первые по кому случае чего это все ударит и запасные каналы здесь не сработают это вопрос времени ну как бы все равно это жизни не будет то есть нужно придумывать запасной вариант и нужно собирать монатки уходить там сообщества типа мэда могут принять там внутренние коллегиальное решение да там ну опять же если только мэд мигрировать наверное это будет мало нужно все таки чтобы туда вошла основная масса тех кто вообще ассоциирует себя с мужским движением просто нужно смигрировать и все сказать youtube прощай и как бы все то есть был youtube и нет ютюба жизнь одна на этом не останавливается так что предлагаю всем подумать об этом особенно платникам с большим количеством подписок я бы на вашем месте активно навострял лыжи мигрировать и сделать это нужно ну желательно там ближайшие полгода тогда у нас есть шанс что все это можно сделать коллективно согласованно управляемо иначе нас просто заставит разойтись по разрозненным там кому что нравится кстати говоря платформа которую поднимал от и имен 67 который этом рекламировал она у него недавно рухнула ее хакеры завалили не знаю чем там кончил сейчас я по моему восстанавливают в общем тоже как вариант почему бы нет там принципе неплохая платформа была она только начала строится общем но она такая ютюба подобная ну и на майн с чем-то похоже если знаете что-то еще какие-то новые там явления или у кого-то вообще может есть идея создать собственный сайт только конечно с хостингом где-нибудь за рубежом только не дай бог не в россии со всеми этими законами то предлагаете а может быть вообще пора куда-нибудь не знаю там втор мигрировать на dark нет какой-нибудь там технологии почему нет тоже вариант но нужно сделать это коллективно если мы это не сделаем коллективно ничего не получится такая у меня была важная мысль всем пока я не знаю я не знаю я не знаю Продолжение следует...